Комиссия из администрации города фактически застала врасплох председателя совета дома этой пятиэтажки по улице Ясногорской. Татьяна Айропетян не ожидала, что все-таки ее заявление на участие в федеральной программе не останется без внимания местных властей. Жильцы на общем собрании решили улучшить свою дворовую территорию. Уже более 10 лет она никем не благоустраивалась и постепенно превратилась в полосу препятствий, как для людей, так и для машин. Люди приняли это все с радостью, подписали. Мы составили очень быстро протокол. Даже некоторые делали проекты, предлагали какие-то предложения, рисунки или эскизы, как они представляют всю эту домовую территорию. В новейшей истории России впервые государство вместе с регионами и городами будет за бюджетные деньги создавать комфортную среду вокруг домов. Проезды, тротуары, скамейки, урны для мусора, освещение, детские площадки. Все, чего не было, установят, а что пришло в упадок, отремонтируют за бюджетные средства. На программу выделено 20 миллиардов рублей. Требуется лишь инициатива самих собственников. Для того, чтобы участвовать в данной программе, необходимо обратиться в департамент городского хозяйства, подать заявление. Чем быстрее собственники, чем быстрее инициативные граждане подадут заявление, тем быстрее они будут участвовать, тем больше будет сделано на придомовой территории. Правда, времени на раскачку и принятие решений у собственников практически нет. До 1 ноября заявления должны попасть в департамент городского хозяйства Сочи. Форму можно найти на сайте мэрии. Затем от курорта будет сформирована общая заявка, которая попадет в край. Далее – Министерство строительства Российской Федерации. Работы по благоустройству дворов в городе начнут в следующем году. Улучшить за счет федеральной программы можно не только дворы и придомовые территории, но и общественные территории, такие, как, к примеру, этот пустырь на улице Верхняя Лысая гора. Он расположен между несколькими жилыми домами. Местные жители считают, что лучше всего здесь делать парковку и спортивную площадку. Заявление в районную администрацию сочинцы уже подали. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».